Друзья, всем доброго времени суток, с вами Полина и игра Revelation Online. Давайте я вам расскажу о том, что было в прошлом видео, кстати. Было там следующее, мы с Роном настигли серого человека, тот уже... Блин, что это все вот значит? Награды, зелье опыта, это награда или что? Подарок какой-то? Что это такое? Ладно, я без понятия, что это, поэтому пока выходим отсюда и так и я... Блин, ну вот дождь пошел. Моего замечательного котенка намочат. И не укроешься от дождя тут нигде, ладно. Короче говоря, в прошлом видео мы с Роном настигли до серого человека, Тот что-то делал над Йоком, какое-то волшебство, какое-то заклятие проворачивал. Дедушка Орф рядом почти бездыханный лежал. В общем, я, получив дар богов, смогла каким-то образом, без помощи Рона, разобраться с серым человеком. Но, вы знаете, успех опьяняет, то же и со мной случилось, у меня потом закружилась голова после бегства серого человека. Мы все-таки его не убили, он не умер, он решил сбежать, потому что почувствовал, что преимущество не на его стороне, и судьба отнюдь не ему благоволит. Да, я потеряла сознание на целых три дня после этого, на меня выходили, и в итоге мы решили с дедушкой Орфом, что мне все-таки, поскольку теперь серому человеку нужен тот дар, который я получила, я не знаю, как это произошло, но каким-то образом, по всей видимости, от Риока я получила какой-то дар. Ну, у меня силы стало больше и так далее, теперь я самый настоящий воин. Значит, мы с дедушкой Орфом решили, что мне нужно бежать из страны, потому что я поставлю под угрозу всех жителей, всех тех, кого знаю, ведь серый человек вернется и наверняка уже на сей раз камня на камня не оставит от нашей деревни, поэтому деваться попросту было некуда. Так, что, я одна женщина на корабле? А вообще-то всем известно, что женщина на корабле ни к чему хорошему не приводит, поэтому, может быть... А, я не одна такая здесь. Ладненько. Пассажир, значит. А это не женщина, а это мужчина? Что, вы рыбки наловили уже, да? Будет ужин вкусный сегодня или нет? А, боже, господи, главное не вылететь за пределы корабля. Я не знаю, как я отважилась, честно говоря, плыть на корабле, учитывая, что мы сейчас, получается, плывем по владениям серого человека. По-моему, это чуточку слишком, но ни разработчики, ни герои этой игры так не думают, поэтому, ну что ж, ладно, так, поговорим с Роном, у которого тошнит прям на палубу корабля, а потом ведь наверняка бедным маякам драить ее придется. Ладненько еще до Сулана, как думаешь? Прокрятые волны. О, ты в порядке? Что? Мы перешли на уменьшительно ласкательное обращение друг к другу? Мы настолько близки стали? Да, да, не обращай внимания. Сложно не обращать. В общем, моряки-то точно обращат, которым потом палубу драить достанется. Шторм на море. Бедный Рон. Кажется, он не очень хорошо себя чувствует. Поговорите с ним. Уже. Может, тебе помощь нужна? Блин! Ой, как жаль, что Корина убили. Правда жаль. И такое печальное прощание было Тарне с Корином в прошлом видео. А вы знаете, я вот только просмотрев свое прошлое видео, подумала о том, что наверняка Тарна себя винит в смерти Корина. Именно поэтому она так убивается по нему. В отличие от всех остальных, кто совершенно, ну, без всякой скорби, без всяких вот этих вот тяжелых мыслей передвигается по деревне, занимается своими делами и прочим. Мне кажется, что вообще нет никого дела до того, что Корина убили. Но только одна Тарна страдает, плачет. И до меня дошло, когда я свое видео просмотрела, что наверняка она чувствует себя виноватой в его смерти, ведь он погиб, ее защищая, да? Будь я на ее месте, меня бы тоже мучили к вырезению совести. Поэтому, блин, жаль Тарну. Хоть мы с ней так особо и не ладим, но все-таки. А ведь Корин мог бы сделать лекарство, которое помогло бы Рону избавиться от этого. От тошноты и от укачивания. Нет, я сейчас отойду. Только если ты не против, мне хотелось бы немного одному побыть. Когда же закончится этот шторм? Да всегда, пожалуйста. Иди пока. Не знаю, прогуляйся. Гулять вот особенно негде, но... У меня очередной патруль. Осмотрите бочки на палубе. Зачем мне их осматривать? Получено задание внеочередной патруль. Ладненько. Ну давайте. Опять я свое рентгеновское зрение использую. Что? Рёк? Ты тут какими судьбами? Блин, я вот... Я вот как будто, вы знаете, чувствовала, что Рёк тут есть. Иначе бочки бы я не осмотрела. Рёк? Рёк? Ты что, со мной теперь будешь, что ли? Может быть, ты мне еще на голову сянешься вместо кота? Смотри-ка. Безбилетный пассажир. Тебе чего здесь нужно, малыш? Неожиданная встреча. Похоже, Рёк уведился за вами. Да, вот, кстати, он довольно странный. Ну что? Ро, ро, Рёк. Ха, ты посмотри-ка. Он тебя запомнил. Вот умница. Раз, два, три, Рёк. Блин, да почему они всё не озвучили, а? Почему я должна это всё читать? Да ещё с выражением. Как бы он не умнее нас с тобой оказался. Рон, ты себя явно недооцениваешь, но, блин, я тебе не указ. Ладно, недооценивай. Безбилетный пассажир. Может быть, Рёк и правда сможет вам помочь? В левом верхнем углу экрана можно прочитать подсказки Рёка. Ой, нет, спасибо. Я уже, вы знаете, в прошлом видео нажала на подсказку в виде Рёка, и меня это выбросило из игры как раз на сайт, кажется, игры, или я не помню уже куда, короче говоря, браузер открылся. И да, из игры меня, естественно, выбросило. Поэтому нет, спасибо подсказок, пока я не жажду абсолютно. Что же ты за существо такое? Рон, не отвлекайся. Может быть, ты, не знаю, хочешь перегнуться через... Я не знаю, как это называется, стены корабля или как правильно, и всё-таки сделала так, чтобы тебя в море тошнило, а не на палубу. Хотя ему кажется в одной и тошнит, потому что там нет ничего под ним. Рёк? Так, ну, как скажешь, Рёк так Рёк. Надеюсь, Тарна не будет по себе слишком сильно скучать. Думаю, честно говоря, что Тарне пока не до Рёка. Хотя, в принципе, Рёк, возможно, помог бы ей забыться, помог бы ей отвлечься от этой скорби по корену. Ну, ладно. Всё, Рёк уже с нами и всё. Там. Там! Что случилось? Чрезвычайное происшествие. Посмотрите, что так напугало матросов. Надо. Надо посмотреть. Блин, ну что ещё? Господи, что происходит? Вот женщина на корабле всегда к неприятностям. Жесть! Кракен! Чувак разговаривает с Роном. Ладно, чувак, разговаривай. Жесть! Что мне делать? Нужно бежать матроса спасать. Я всё-таки медик. Жесть! Кракен! Мы за ясно Кракен! Кракен! Вот я и говорю Кракен! Жуть! Он подопит корабль! Он может. Чудовище из глубин. Но он какой-то слишком маленький, честно говоря. Может быть, это ребёнок Кракена? А самый настоящий большой Кракен ещё в пути? Кто его знает? Или это прислужник Кракена настоящего большого? Похоже, на корабль напал Кракен. Его нужно убить, пока корабль не пошёл ко дну. Согласна. Ой, мне кажется, или он меня окручит? Достигнув 30-го уровня, что я получу? Так, я хочу воспользоваться новой атакой. Блин, вот. Ну вот. Воспользовалась новой атакой, да? Господи, он меня убивает. Жесть! Я б могла уклоняться, но, вы знаете, пока я жму на все эти цифры атакой, мне абсолютно не до того. Так. Держитесь, я. Это кто? Мостой ветер что-то? Я что, убила? Серьёзно, убила? Воин какой-то? Воин? Палмари? Кто это? Спасибо за помощь! Не хочется даже думать, что случилось бы, если бы вы не появились. В смысле? Я же сама все сделала. Кто это? Господи, боже. Как пугающе, он выиграет. Боги ведут на здоровой судьбы. Я рада, что мы встретились. Кракен в трёх милях от Силанского порта? Очень странно. Стражи моря, поговорите с воином, который помог убить Кракена. Он не помог, мне я сама все сделала. Блин, вы чё? А мне всегда казалось, что Кракены только воображении перебравших моряков существуют. Последнее время темноводные нападают гораздо чаще, чем обычно. Нет, боюсь, они вполне реальны. Последние темноводы нападают чаще, чем обычно, гораздо чаще. Минутку, Кракен и темноводные это одно и то же или что? И этот странный шторм, он не похож на обычный. Блин, уж не серый ли человек готовит нам? Напасть. Рен, милосердный, берег, мы добрались. Слава тебе, господи. Странный шторм, скоро вы будете в Силане. С наса корабля наверняка уже видно землю. Ботсман Бау. Последнее время даже мы, Халмари, морской народ, не рискуем без нужды покидать поля. Ничего себе. Все боятся. Вот этот чувак, с которым я только что говорила, он как раз похож на то, что я подразумевала под темноводными. Да-да-да, вот эти вот ужасные ноги, эти жабры. И, господи, жесть, самая настоящая жесть. Отправиться оно с корабля. Блин, я реально стала лучше драться. Я просто помню, как меня какие-то кракозябры в самом начале игры убивали, да. И что произошло сейчас, я сражаюсь там с серыми человеками всякими, с темноводными, пресноводными темноволосыми, с кракенами. И, блин, как будто я рождена для этого, как будто я всю жизнь это делала. А ведь до того меня какие-то в самом начале игры, я говорю, кракозябры убивали. Это просто в голове не укладывается. Так, ну что, я путешествую по миру. Я выехала за границу. Мне, честно говоря, не по себе. Погажа я с собой никакого не взяла, потому что у меня ни одежды, ничего. У меня даже денег на еду нет, не говоря уже про одежду. Тарна мне дала, правда, что-то. Суланский порт, свое жрелье, кажется, или что. Конечно, мне подарили перчатки, кстати говоря, новые подарили. Но морской окунь? Здорово. Боже, тут кнот тоже. И медведь. Жесть. Я в России? Уверена, что это Сулан? Так, ладненько. Что делать при бытии подсказка, если вы вышли из инстанца по ошибке? Откажитесь от задания. Ой. Чувак, ты меня... Блин, их там несколько, их двое в одном, жесть. Они мне на меня посмотреть не давали. Так нельзя делать. Это как хочешь посмотреть в зеркало, и перед тобой становится девчонка какая-нибудь, и мешает тебе это сделать. Хорошо, что я высокого роста. Поэтому я, в принципе, могу как-нибудь выкрутиться и посмотреть на себя. Но если бы я была метр пятьдесят, что бы я тогда делала? Что, муряк? Что и как? Что? Так. Попрощайтесь с вашими попутчиками. Ладно, давайте прощаться. Я, честно говоря, думала уже понабирать тут новых заданий, но, видимо, я могу ходить сквозь людей. Согласна тебе вообще не тошнит. Мне жаль тех, кто не может насладиться нежными объятиями моря. Нежными объятиями? Да море способно раздавить человека. Ты чего несешь, блин? Впрочем, у вас сухопутных есть свои достоинства. Мне показалось, или наш фалмарийский друг на что-то намекает? На что же? Не ссорьте, черво, господин. Иллис. Иллис, морской ветер. Я рад нашему знакомству. И мне почему-то кажется, что мы еще увидимся. Только не говори мне, пожалуйста, что мне придется эти нежнейшие объятия моря тоже на себе испытать. Если захотите меня найти, приходите в таверну «Бегущая волна». Я часто бываю. В таверну? Ты упиваешься? По-саму я не могу, но ты же воин, страшный, мне кажется. Прибытие. Наконец-то вы в Сулане. Да, я в Сулане, все хорошо, но что делать дальше? Награда в свиток он какой-то, 68, еще чего-то, 897. Знать бы, как в награды попасть, вообще хорошо было бы. Репутации у Фалма и 180, репутации у жителей Сулана тоже 180. Здорово. Обязательно. Ну а сначала я хочу показать своему новому другу Сулан. Тихая Гаври, чудесное местечко. Но и большой город тебе наверняка будет интересно посмотреть, верно, Полина? Нам стоит длинуть к нему бывшему наставнику. Может, он посоветует, что делать с твоей новой силой? Хорошая идея, кстати, Рон, давай. Надеюсь, он не скажет, что меня нужно убить. Ох, ты что? Нельзя так... Даже думать так нельзя, а не то что... Говорить. Скорее наоборот, заходь пенять тебя в наш роде. Будем с тобой товарищами пару жил. Ну, ладно. Рона я знаю, так что можно и быть с ним товарищами, чего бы и не быть. Здравствуй, Сулан. Попрощайтесь с полмарии, отправляйтесь в Орден и Хранители вместе с Род. Так, новое снаряжение. Что у нас тут? За мной. Ого, какая девчонка тут рядышком со мной. У нее тоже бьющийся ее бог. Медведь. Так а что изменилось в моем внешнем виде? По-моему, ничего. Ладно, следовайте за Ро, так следовайте за Ро. Пойдем. Ну и где это мы? Вместе с нами еще куча народа. Что вообще происходит? Рон так и сматривается, как, я не знаю, чувствовать его в своей тарелке как будто. Господи, это еще кто. А это кто? Правитель Сулана, что ли? И что с ее глазами? Он влюблен в нее? Ну я думала, что у нас любовь на всю жизнь. Так, что вообще происходит? Рон, поговорим? Ничего себе, кто это? Это жрица Куроми. Красавица, верно? Посмотри на ее одежду, это жрица Куроми. Причем, похоже, довольно высокого ранга. То есть ты ее раньше не видел, и ты ее не знаешь, да? Ого, девчонка так быстро убежала. Красавица, верно? В среде жриц Куроми вообще много хорошеньких девушек. Фу, бабник, фу. Так, это я читала. Но это и не удивительно, в конце концов, Куроми, в том числе богиня любви. Кому как нерею кружать себя красавицами. Ладно, не будем задерживаться. Нам еще многое нужно успеть на пристани поговорить с наставником Ро. Репутации у жителей озерной деревни 180, репутации у искателей приключений тоже 180. Чудно. Не отставай. Пойдем, Роан. Ладно, я постараюсь, но ты учти, что... Я на каблуках как бы... Ну, не совсем на каблуках. Ну, короче говоря, это не обувь без каблуков, это кое-что похлеще будет, поэтому мне довольно сложно бежать. И поэтому же глупо мне говорить не отставай, учитывая, что мы заранее в неравных условиях оказались. Так что, где это я? Боже, это еще кто? А, Роан, здравствуй, здравствуй. Не думал я, что так скоро тебя увижу вновь. Старый Горен? Кто это такой? Это наставник, что ли, жесть? Что у него за плечами жуть какая-то? Так, разве не ты мне говорил, что хочешь отдохнуть от городской суеты? Или моя старческая память меня подвозит? Наставник Горен, ну вы смеетесь надо мной? Скорее, небо упадет на землю, чем вы что-нибудь забудете. Ничего себе! Вижу, болтаешь ты по-прежнему много. Так что же привело тебя ко мне, мой бывший ученик? И кто это с тобой? Ой, старик, у нас тут целая куча народа, как ты можешь видеть. Кто-то даже с крыльями я смотрю, просто удивительно. Я бы, наверное, тоже хотела прямо сейчас крылья иметь. Но знаете, крылья неудобны тем, что я не умею правильно приземляться. Поэтому, наверное, все-таки лучше крылья не иметь, чем уметь. Хотя, если уметь приземляться, то от чего бы нет, в конце концов. Так, все началось, когда я сел на корабль, идущий в Тихую Гавань. Соберись, Роан. Я знаю, если бы ты мог, ты бы начал рассказ со дня своего рождения. Чего себе! Вот это да! Ну разве ты забыл, что много говорить и много сказать не есть одно и то же? Ну да. Простите, наставник, я попробую рассказать короче. Когда я прибыл в Тихую Гавань, Ро рассказывает старому Бурену, или как ударение правильно поставить в этом условии, о том, что произошло в ночь праздника Рена. Так, это был праздник Рена. А, кстати, где же Реок? Я только сейчас поняла, что я его не вижу. Куда он исчез? Он на корабле, что ли, остался? Так, на пристани поговорите с наставником. Роан не сделано. А, окружающую твоего спутника сложно не заметить. А, а я вот не вижу никакой ауры, даже не чувствую. Ну что ж, ладненько. Что нам делать дальше, наставник? Мы не можем узнать, зачем боги наделяют смертных своей силой. Но одно я знаю точно. Ничто в этой жизни не происходит без причины. Не, ну понятно, что если бы... Как его там серый или как человек победил, то... Ну, ничем бы хорошим это наверняка не закончилось. Поэтому ничего удивительного, что дар именно я получила. Мне так кажется, по крайней мере. Возможно, твоему товарищу предстоит сыграть важную роль в истории нашего мира. Думаю, вам стоит отправиться на арену четырех богов. Что? Зачем? Чем больше мы узнаем об этой силе, тем скорее поймем, зачем боги даровали ее. Беатрис какая-то пришла в такой же одежде, как и я. Что? Тоже спасаешь мир, Беатрис? Хорошо, наставник. Мы так и сделаем. Арену четырех богов. Старый Гурен посоветовал вам отправиться на арену четырех богов. Ладненько, я... Я боюсь на эту арену идти. Мне кажется, против меня там будут выступать четыре громадных титана. Что? Нет никого? Пройти испытания на арене четырех богов. Ого! Ничего себе! Русалка? С большущими глазами! Вот это да! О, еще одна русалка. Ничего себе! Да... Клево! Жрица какая-то! Нима? Скажи мне, когда захочешь начать испытания? Ау... Ладненько, давай поговорим. Ничего себе! Жрица Нима. На этой арене воины испытывают свою силу и ловкость. Пройти все испытания могут лишь достойнейшие. Хочешь ли ты стать одним из них? Нужно подумать, у меня есть выбор, да? Начать испытания. Что произошло? Почему я... Я же нажала на один... Что такое? А так можно выбрать? Так можно, чудно. Ладно. Что с соединением? Простите, не так. Что происходит? У меня с интернетом что-ли что-то? Или что? Может выбрать просто другой сервер? Так. Кажется, пора игру сворачивать и смотреть, что у меня с интернетом. Нет. С интернетом у меня все в порядке. Ну забавно. Блин, тут на каждом сервере многолюдно. Сама сойти можно. Ну, здрасте. Приехали. Сервер временно не доступен. Это что? У них там какие-то работы, что ли, начались профилактические и так далее? Что вообще происходит? Ну вот, пожалуйста. Прошла, блин, испытание на Горинчатых богов. Здорово. Повторите попытку позже. Отлично. Просто замечательно. Нет, что-то здесь не так. Что происходит, а? Профилактики нигде нет, но везде многолюдно. Нигде это пусто или свободно. Да. Шесть просто. Что не так я делаю? В общем, я не знаю, честно говоря, что происходит. Профилактики. Судя по вот этим вот окрашенным в фиолетовый, а не в серый цвет, квадратиковым рядом с названиями серверов, нет никакой. Ни на одном из них. Но почему-то я не могу обратно в игру попасть. Все мне пишут, что сервер временно недоступен и всякое такое. Просто удивительно, честно говоря. Кажется, пора видео заканчивать. И, блин, так обидно, вы знаете. Что-то вот мне подсказывает, что это посреднее видео на моем канале именно по данной игре. Кажется, что больше сюда я зайти не смогу. Но посмотрим. Может быть, мне повезет, и я все же смогу однажды в эту игру зайти. Кто его знает. Но пока что-то, как вы видите, особенно не выходит. Уж не знаю, с чем это связано, честно говоря. Но так или иначе. Здорово, правда? Позже будет повторить и всякое такое. Короче говоря, жесть. Видимо, никуда я не зайду. Ладно, ребята, тогда будем прощаться с вами. Надеюсь, что это видео вам понравилось. Ставьте большие пальцы вверх, если так оно и есть. Всем за просмотр спасибо. Всем всего хорошего. И всем пока.